Всем привет! Сегодня полезные советы и приспособления. Поехали! В руках у меня обычная струбцина, которая отлично выполняет свой функционал, но ее можно немножко доработать. Возьмем небольшое колесо и попробуем закрепить сверху зажима. Для начала разметим отверстие, затем зажмем в тиски и засверлим сверлом на 6 мм. Далее вставляем пару болтов и закрепляем через шайбу барашками. У нас получился отличный помогатор при работе в одну каску, а именно с помощью такой приспособы можно легко и быстро перетаскивать тяжелые пачки или перетащить объемные двери, которые в одного не обхватить. Просто цепляем посильнее зажим с одного края, сами хватаем за другой и перемещаем тяжелые вещи. Заехав в дом, сталкиваюсь с мелкими доработками. Например, не до конца прижимается дверь к коробке. Ну, это обычная межкомнатная. Сначала даже проверял лазером, но все стоит в уровень, регулировать ничего не надо. Но вот как я решил проблему с прижимом. В дверной коробке установлена ответная планка, а в ней есть язычок, который можно захватить прямой отверткой и чуть-чуть отвести назад. Таким образом я смог добиться плотного прилегания двери. Берите себе на заметку, в жизни точно пригодится. Проживая в частном доме, сталкиваешься с разными сюрпризами. Например, закапала труба, которую надо заглушить или поставить кран. А перекрыть воду нет возможности. Тогда вот вам вариант. Подготовьте винную пробку. Такую мягкую, простую из опилок. Отрезаем трубу и быстро забиваем пробку. Далее отрезаем лишнюю часть. Ну и теперь соединяем через пайку кран. Затем берем длинное сверло максимально подходящего внутреннего диаметра трубы. И высверливаем заглушку. Таким образом отремонтировали трубу и вернули в рабочее состояние. А если вы живете в доме уже с ремонтом и у вас прорыв воды, тогда может быть беда. И чтобы избавиться от бед в будущем, рекомендую установить систему защиты от протечек. У нас это Регард от компании Рехау. Плюсы этой системы в том. Первое. Это быстрый и простой монтаж. Система Регард легко и быстро устанавливается монтажником на основном стояке водоснабжения. Перед фильтром механической очистки. Монтаж возможен на уже действующие системы водоснабжения. Компоненты системы обладают высокой коррозийной устойчивостью. Также вы можете установить дополнительные датчики протечки воды Регард в отдельных помещениях дома. Второй момент. Это превосходная надежность. Система обнаруживает микропротечки и протечки в трубах водоснабжения. И выявляет неконтролируемый расход воды в доме. Что такое микропротечки? Когда в стяжке или под перекрытием происходит повреждение системы, вода не попадает на датчик протечки. И мы это не увидим, пока не прорвет. Стандартные системы защиты, которые работают только под датчиком протечки, в этом случае ничего не предпримут. А Регард автоматически перекроет водопровод. И тогда вы успеете предотвратить непоправимые последствия. Ну и самое главное. Такая система всегда будет под контролем. Ведь мобильное приложение Регард оповещает вас при подозрении на протечку воды. И автоматически перекрывает водоснабжение. Также в приложении вы можете отследить расход воды. Или самостоятельно перекрыть центральный стояк удаленно. Если забыли сделать это перед отпуском. Работает даже без подключения к интернету. Система устанавливается всего за 5 шагов. А с подробной инструкцией, которая прилагается к системе, справится даже ребенок. Ну и также для своих подписчиков я приготовил подарок. По промокоду ХАУС1 вы получаете скидку в 10% при покупке на официальном сайте Рехау. И все ссылочки на эту систему я оставлю в описании под видео. Работая на высоте и находясь на стремянке, всегда ищешь место, куда положить молоток. Или различный инструмент. Если есть полочка, то все окей. А если ее нет, то вот вам отличный лайфхак. Берем обычную струбцину и зажимаем сбоку лестницы. Таким образом у нас есть отверстия под разный инструмент. Отвертки, пассатижи, молоток. И все всегда под рукой и не сваливается. И даже переставляя лестницу, все держится на месте. А если надо добавить инструмента, то так же быстро цепляем еще одну струбцину. И работа продолжается. Работая с канализационной трубой, например, 160 диаметра, думаешь, как ее закрепить, чтобы заняться обработкой. На помощь придут автомобильные стяжки и тиски. Делаем двойной оборот, цепляем за губки тисков и фиксируем трубу на своем месте. И теперь разметка будет удобней. И если нужно, даже продольный пил. Работая с маленькими деталями, в пассатижах их не удержать при дополнительной обработке. А зажимать в тиски теряется рабочая плоскость. Тогда вот вам решение. Берем сантехнические клещи и зажимаем в тиски одну половину. Таким образом мы сможем спокойно фиксировать деталь в нужном нам положении. А второй рукой делать обработку детали. Либо вообще зажать струбциной рукояти и работать уже двумя руками. Как говорится, все гениально и просто. Напишите в комментах, какие советы вам понравились больше всего, а какие нет. Поставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok